то на протяжении одного месяца человек визуально молодеет на 5-10 лет. Самый простой вариант прожить всю жизнь или прожить вечно здоровым человеком – это дыхание. Утром 5-10 минут и вечером 3-5 минут. Почему дыхание? Дело в том, что все заболевания идут на фоне выделения огромного количества молочной кислоты. Что бы вы ни ели. Хорошо вы питаетесь без мяса – выделяется. Плохо питаетесь – выделяется. Двигаетесь – выделяется. Переживаете – выделяется. Гормоны расщепляются – выделяется. Гликигирующий гемоглобин расщепляется – выделяется. Лежите – выделяется. Спите – выделяется. И молочная кислота выделяется всегда и во все времена. Это особенность такая. Молочная кислота выделяется, она под воздействием кислорода превращается в пировиноградную аромомасляную. Эти кислоты тоже токсичные. Они должны выводиться из организма. Это называется цикл Крепса. Из них происходит потом пероаткиназа, но это уже химия, я даже об этом не буду говорить. Так вот, от того, что молочная кислота накапливается в организме, у человека происходит старение и появление абсолютно всех заболеваний, которые есть. Конечно, когда говорят, надо закисляться, все равно. Надо ощелачиваться до одного места. Мясо не есть, не нервничать, воздухом дышать. Все равно, все-все равно. Это цикл, который все равно будет, это цикл жизни, в котором выделяется молочная кислота. Она все равно будет выделяться, хочешь ты или нет. И от того, насколько сильно она выделяется, или то, насколько сильно она расщепляется и выводится, от этого зависит твоя жизнь. Там одна особенность есть в этой молочной кислоте. Она расщепляется, и в ее расщеплении участвует кислород. Ну что, продолжим дальше. Оказывается, для того, чтобы человек не выделял молочную кислоту, она будет выделяться. Нету никаких способов. То есть она все равно будет выделяться и накапливаться. Но есть способы, которые позволяют этой молочной кислоте очень эффективно расщепляться. Это пассивное быстрое дыхание сидя, диафрагмальное. Когда человек сидит, подскакивая на стульчике, или стоит не особо раскачиваясь, не совершая никаких особых физических действий, и быстро, активно дышит. Если человек дышит каждый день, 5 минут утром и 3 минуты вечером, хотя бы активно, то на протяжении одного месяца человек визуально молодеет на 5-10 лет. Если это сделать и выполнять ежедневно, сначала восстанавливаются мозги, после этого плечи, после этого позвоночник до грудного отдела, после этого сердце. Снижается давление, улучшается работа поджелудочной железы, работает кишечник, работают надпочечники, почки, перестают болеть, там артриты исчезают, артрозы, ноги начинают. Но знаете, с чем сталкивается человек? Он сталкивается с обычной ленью. То есть нам не сложно, нам не сложно курить по 5 минут, нам не сложно смотреть телевизор, нам не сложно лежать, нам не сложно на унитазе там сидеть по 30 минут. Делаю ли я сам? Нет. Но не часто. Но делаю не часто. Как только начинаю себя ощущать плохо, то я его начинаю делать. Естественно, когда мне плохо становится, вот температура появилась, можно спросить у моих близких, что происходит, когда у меня температура. Появилась температура у нас на втором этаже, где мы живем, двухэтажная такая квартира, на втором этаже большая ванна. Я иду в ванну, открываю окошко, там прохладненько, и стою и дышу. Засекаю время, 10 минут дышу, после этого иду, отдыхаю на протяжении дня, отдыхаю, лежу 3-4 часа, потом вновь иду и снова 5 или 10 минут дышу. В день дышу 4 раза, на второй день уже температура исчезает. Понимаете? Могу сказать, что если очень высокая температура, выхожу куда-то, где холодно, и стараюсь дышать там, где холодно. Если температуры нет большой, то могу дышать в теплом месте. Таким образом, могу сказать, что для меня это один из самых лучших существующих способов привести себя в норму. Конечно же, вам хочется это сделать, вы хотите чувствовать себя хорошо, вот что нужно сделать, а не мантры. Это и увеличит психическую энергию, и улучшит общее состояние. Поэтому я и ввел в школе вот такие дыхательные практики. Такие дыхательные практики. Даже калачакра, тантру, йогу ввел и все остальное. Но дело в том, что на первое место все равно необходимо ставить практики, которые были даны патрулам. И это практика вот такого диафрагмального активного дыхания. Естественно, если стоя не получается, делай сидя. Сидя можно тоже. Начали и начинаем. Открыли ротик, расслабились и дышим. Сегодня мы делаем это неактивно. Рот откройте, вы не ртом, не носом дышите, а ртом. Рот откройте, а ртом. Рот откройте, через рот открытый надо делать. Через вот так.